Здравствуйте! В студии Лилия Анн. В эфире 41 канала программа «Воронеж. События. Факты». Итоговый выпуск на этой неделе. Представляем самые значимые события региона по версии журналистов 41 телеканала. Сегодня в программе. Зачем было городушки городить? Журналисты 41 канала совместно с экспертами подводят итоги первого месяца работы платных парковок в Воронеже. Воронежским автомобилистам нужно менять резину, чтобы не отметить день жестянщика. Во сколько это обойдется, что надежнее шипы или липучка? Разбираемся в нашей постоянной рубрике «Потребительская корзина». Доверяй, но проверяй. В Воронеже становится больше фальшивых денег и телефонного мошенничества. Декретный папа. Почему сегодня все больше воронежских мужчин уходит в отпуск по уходу за ребенком? Официально во Владимировке числится один житель. Мы продолжаем рассказывать об исчезающих селах Воронежской области. В Воронежской области очередной негатив федерального масштаба. Еще не утихли страсти вокруг золотого парашюта вице-губернатора Юрия Агибалова, как пришла новая напасть. На крупном предприятии «Птицепром Бобровский» Воронежской области Россельхознадзор выявил птичий гриб. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя управления Россельхознадзора по региону Сергей Литвиненко. Указом губернатора на территории Бобровского района введен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. До конца недели на предприятии планируют уничтожить все поголовье. Это более 1,2 миллиона кур. Возможно, массовый падеж птицы на воронежском предприятии «Птицепром Бобровский» произошел с 10 на 11 октября из-за отключения электричества. Об этом сообщает пресс-служба облправительства. Поставку электроэнергии на предприятие осуществляет компания МРСК Центра Воронежэнерго. Добавим, что «Птицепром Бобровский» производит яйца под известным брендом «Ясенка». Согласно официальному сайту компании, продукцию птицефабрики можно встретить в каждой второй торговой точке страны. Дышите глубже. Чиновники отрапортовали об устранении многолетней проблемы с неприятным запахом на левом берегу областного центра. 6 ноября первый заместитель главы Воронежа Сергей Петрина читался об исполнении поручения губернатора, который ранее потребовал в течение суток ликвидировать источник вони. Сергей Петриан сообщил, что чиновниками выявлен целый ряд возможных причин возникновения неприятного запаха. Одним из факторов также является работа левобережных очистных сооружений. Мероприятие на Лосе находится под строжайшим контролем. Проводятся ежедневные пробы воздуха и воды. С 4 числа жалобы на неприятный запах прекратились, отметил Сергей Петриан. Напомним, жители левобережного района в течение многих лет безуспешно боролись с этой проблемой. 41-й телеканал неоднократно рассказывал о том, что люди страдают заболеваниями дыхательных путей из-за вони источаемый Лос. Платным парковкам в Воронеже исполнился месяц. Журналисты 41-го канала решили вместе с экспертами и правозащитниками подвести некоторые итоги работы сервиса. В теме разбиралась Галина Жукова. Оператор городских парковок обнародовал результаты первого месяца Воронежа. За это время удалось собрать небольшую сумму, всего 5 миллионов рублей. В городскую казну поступит лишь четвертая часть этих денег, или дань хану Батыю, как ее сейчас стали называть в интернете. Среди плюсов можно назвать то, что за это время центральные улицы города заметно опустили. Зато дворы пополнились машинами автовладельцев. Причем не только своими. В какие-то пытаются дворы заехать, хотя сейчас эвакуируют из дворов. Сейчас даже установили здесь дежурство, закрывают за собой ворота, чтобы чужие не заезжали, потому что забивают двор, проехать невозможно. Сами водители признаются, что скорее попытаются сэкономить, чем платить за парковочные места. Понятно, что при таком раскладе стычки между людьми неизбежны. Сейчас предлагает мэрия вариант, как спасти дворы теперь, потому что действительно уже не скоро ни пожарная подъехать не может, люди из подъезда выйти не могут. Скандалы каждый день. Говорят, ну мы вам поможем, шлагбаум установить. Ну, во-первых, вообще шлагбаумизация – это не хороший процесс. А между тем нам рапортует, что большинство горожан отнеслось к нововведению с пониманием, так как и центр разгрузился, и места свободные появились. Напомним, что час парковки автовладельцам обходится в 40 рублей. Тариф, опять же, не самый дешевый по сравнению с другими регионами. Спрашиваем у инспектора по парковкам, а как обстоят дела со злостными нарушителями, не желающими оплачивать стоянку. Ну, как вам сказать, мы фиксируем время только, вот ходим. Есть, вот скручивают номера, закрывают номера. Ну, основная масса – 80-90 процентов, то есть платят все нормально, то есть без проблем. На выбор законопослушным гражданам предлагается четыре вида оплаты, включая паркомат, смс-оплату, сервис Сбербанк онлайн и мобильное приложение. Заметим, что большая часть выручки от оплаты парковок поступает не в казну города, а на счет белгородской компании «Городские парковки». К сожалению, 75 процентов прибыли уходят туда, в белгородской компании, и только 25 процентов остается в бюджет города. Мы просто взяли и отдали территорию на откуп кому-то, какому-то частнику, который собирает здесь деньги, обогащается, а нам от этого не холодно, не жарко. Спрашивается, а зачем нам ребята из Белгорода? Неужели в миллионном Воронеже нет достойных специалистов, которым можно доверить благое начинание? По мнению известного политика Галины Кудрявцевой, эту работу вполне могли бы выполнять комбинаты по благоустройству. Так какой же смысл выручать у многородних партнеров, когда в этом нет экономической выгоды и в ближайшей перспективе? Ведь согласно договору, лишь после выхода на окупаемость, а это примерно через 5,5 лет, городской бюджет будет получать 40 процентов от общей выручки от муниципального частного партнерства. К сожалению, логика одна. У нас везде, где можно собрать деньги с человека, с жителя, обязательно находится ООО, которая проталкивает это предложение через чиновников, которые всегда заинтересованы в такой деятельности. Я не уверена, что там одни только ребята из Белгорода. Ну, никто бы их, кстати, не впустил, о чем вы говорите. Но, наверное, там есть процент и наших ребят. По словам экспертов, власти пытаются выдавать желаемое за действительное. В их отчете фигурирует цифра. За первый месяц произведено 180 тысяч транзакций. Но, опять, в нехитром делении я получаю, что это 6 тысяч транзакций в день. У нас 6 тысяч парковочных мест. Таким образом, прихожу к выводу, что заполняемость парковок сейчас порядка 10 процентов. Это реально. Но, когда мне говорят, что там 50-70 процентов, ну, это, опять же, просто создание видимости. Как и то, что город готов к платным парковкам. Конечно, центр, может быть, подосвобождается, но в то же время не все продумано, не все сделано для того, чтобы очень мало альтернатив. Те же бесплатные парковки – это для людей, кто работает в центре. Утром они уже тоже их знают, приезжают и их занимают. А если человеку в течение дня надо по каким-то вопросам проехать в центре, то надеяться, что будет место на бесплатной парковке, ну, это бесполезно. По большому счету, как утверждают правозащитники, не законен и штраф в полторы тысячи рублей, который будет взиматься за неоплату парковок. У двоих закон о персональных данных, ну, у всех, собственно, да, которые запрещают ей передавать на сторону персональные данные водителей. А у административных комиссий, которые теперь будут рассматривать эти дела, нету этих данных. Это работает сейчас на законах оснований только в Москве. И то есть из-за того, что там в Федеральный кодекс об административных пронушениях была внесена специальная статья закона, касающаяся города Москвы. Точка. В общем, как бы мы не хрохурились и не желали равняться на Европу, налицо явное желание чиновников потрясти в очередной раз карманы граждан проверенным способом. Остается только гадать, что еще нам предложат власти для пополнения казны. К примеру, один из возможных сценариев, который уже не кажется фантастикой, брать налог за воздух. Здесь уже можно с каждого, с первого вдоха, как родился, рот открыл, брать за воздух, за кислород, как в сказке Чаполина. За последнее время доходы нашего государства уменьшились. После того, как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать? Это возмутительно! Молчать! Не исключен и другой вариант, о котором, возможно, кто-то втайне мечтает. Конечно, сейчас если мы сделаем вообще весь город, платные парковки, можем такой бред представить, да? Ну, город вообще будет дышать свободно. Но город, собственно, наверное, для того, чтобы в нем жить, а не для того, чтобы выполнять вот эти вот бредовые идеи руководства. Будем надеяться, что руководством к действию наших властей все-таки станет здравый смысл, а не просто желание получить прибыль в чистом виде. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. С наступлением холодного сезона каждый автовладелец задумывается о смене летней резины на зимнюю. Сегодня это стало уже не правом, а обязанностью автомобилистов. Недавно был принят соответствующий закон. Когда лучше менять резину, какая надежнее – шипы или липучки? Во сколько сейчас обойдется сама процедура? Разбираемся в нашей постоянной рубрике «Потребительская корзина». Говоря о времени установки зимних шин, многие эксперты рекомендуют смотреть на среднюю температуру воздуха. Если она опускается до стабильных 7 или 8 градусов тепла, то самое время переобувать свой автомобиль. В среднем переобувка стоит, начинается от 800 рублей, если это 13-е шины. Ну а если посмотреть дальше, то самое дорогое колесо – это 22-го диаметра, 2500 обходится. Среднестатистическая переобувка автомобилей, у которых больше всего у нас в городе, если у них 15-16 радио, то это где-то 1200-1300 рублей комплекс. Снять, поставить, шиномонтаж и отбалансировать. Основные отличия зимних шин от летних в свойствах резины, рисунке протектора и глубине канавок. Все это обеспечивает уверенное сцепление с дорогой. Какая зимняя резина надежнее для автомобиля, специалисты отвечают. Наш совет – выбирать ее таким образом, чтобы перекрытие шипов было как можно больше к центру. Потому что существуют такие модели резины, у которых шипы расположены только по одному ряду, что существенно хуже на обледенелой дороге. Получается как бы одна полоса. Чем больше разброс шипов по всей поверхности резины, тем лучше. Также стоит отметить, что желательно использовать в нашем регионе шипованные шины с плавающим шипом, которые при езде по асфальту шипы прячутся внутрь колеса, а когда вы попадаете на снег или на обледенелый участок, шипы автоматически вылазят. Зимние шины могут выпускаться как в шипованном варианте, так и в нешипованном. Шипы или липучка – какой вариант подойдет лучше вашему авто? Все зависит от стиля вождения водителя. В пригороде лучше использовать шипы, потому что намного на шипах устойчивость, по льду лучше. Если вы постоянно передвигаетесь по городу, лучше использовать липучку, потому что асфальт посыпают реагентами. Она себя лучше ведет по городу. Помимо этого, некоторые автовладельцы часто сами уменьшают срок эксплуатации своей резины, не соблюдая условий хранения. К хранению шин на самом деле нужно относиться более ответственно всем автовладельцам по одной простой причине. Многие забывают про нормы хранения, определенный температурный режим, влажность. На солнце многие хранят резину, что тоже очень плохо. Также эксперты советуют менять автомобильную резину каждые пять лет. Если, конечно, вам позволяют ваши возможности. К выбору зимних шин нужно относиться более ответственно автовладельцам по причине того, что разная резина имеет разные свойства. Средний срок хранения зимних шин у нас получается в районе пяти лет. То есть, если даже вы на резине не ездили, она просто лежала в подвале, то ее свойства снижаются ходовые и как бы она портится. Как узнать на самом деле, когда выпущено ваше колесо? На каждой покрышке можно увидеть выбитый код, где пишутся четыре цифры. Первые две означают, что это неделя, когда выпущено, последние две – год. Сегодня содержание автомобиля становится весьма затратным. Дорожает бензин. Из года в год растет транспортный налог. А теперь еще и платные парковки. Уменьшилось ли от этого количество клиентов в автосервисах? Человек – это такое вещество, которое привыкает к хорошему. И сменить свой обыденный режим очень сложно. Пересесть на общественный транспорт. Как поток машин был, так он и остается. Люди как хотели ездить, так и будут ездить. В Воронежской области изъяты из обращения очередная партия фальшивых купюр. А также участились случаи телефонного мошенничества с банковскими картами. Как сохранить свои деньги, об этом расскажут наши корреспонденты, которые побывали в региональном отделении Центрального банка России. За 9 месяцев этого года выявлено 405 банкнот, поддельных в банковском секторе Воронежской области. Это примерно объемы такие же, как и в прошлом году. То есть уровень фальшивомонечества примерно остается на том же уровне. Традиционно львиную долю фальшивого банкнота составляют пятитысячные купюры. Нашим гражданам стоит быть бдительными при расчетах наличными. Подлинность купюр необходимо проверять. Как известно, береженого Бог бережет. Расскажем о признаках подлинности пятитысячных купюр образца 1997 года и модификации 2010. Это признаки, которые определяются на просвет. В первую очередь, это водяные знаки, которые находятся на левом и правом поле, которые можно увидеть на белом фоне этих банкнот на просвет. Микротекст, который находится в правой стороне лицевой части. Лицевая часть там, где написано «Билет Банка России». Также подлинность можно определить при наклоне купюры. Основные. Это герб Хабаровска. Он меняет цвет при наклоне банкноты под острым углом. Это видно сразу. И появляются так называемые муаровые полосы вот в этой области банкноты. На ощупь это все надписи. Вот пять тысяч рублей, билет Банка России, цифровое обозначение банкноты пять тысяч. И обозначение банкноты для слабовидящих людей. Вот здесь. На банкноте модификации 2010 года добавляется элемент, который очень тяжело подделать. Это так называемая блестящая плавающая полоса на гербе Хабаровска. Если вы будете наклонять банкноту, то она будет у вас перекатываться по изображению герба Хабаровска. Также при наклоне пятерка и три нуля будут менять расстояние между собой, а цифры серийного номера увеличиваются слева направо. Сомнительные банкноты следует задавать в коммерческие банки для обмена либо экспертизы. За фальшиво манечество, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, предусмотрено наказание от 8 до 12 лет лишения свободы, плюс штраф до миллиона рублей. Помимо фальшиво манечества, которое возникло практически одновременно с появлением денег, недавно родился новый вид мошенничества. Злоумышленники, представляясь по телефону сотрудниками банка, просят граждан назвать номер карты и пин-код. Эта информация якобы необходима для защиты самих владельцев карт преступников. Во-первых, никому и никогда не сообщайте известные вам коды. Это пин-код и CVV-код на обратной стороне карты. Во-вторых, никогда не храните эти коды вместе с картой в кошельке или в карманах, или в одном месте. В общем, не храните их. Третье, очень важное, это то, что когда вы потеряете карту, обязательно позвоните в банк и заблокируйте эту карту. При поступлении подозрительных звонков незамедлительно обращайтесь в контактный центр кредитных организаций или звоните на горячую линию Центрального банка России по номеру телефона 8 800 300 3000. Конечно, не стоит сразу же бежать переводить деньги своим родственникам после получения письма с просьбой выслать срочно определенную сумму. Для начала хотя бы позвоните и проверьте, действительно ли знакомый вам человек оказался в беде. Если вы деньги переведете на счет, то эта операция будет считаться законной, совершенной вами, и в дальнейшем привлечь это лицо к уголовной ответственности будет крайне проблематично. Данного рода мошенничество наказывается лишением свободы до 6 лет и штрафом до полумиллиона рублей. Начиная с 2015 года в интернет-пространстве были установлены более 650 организаций, поддельных сайтов, о которых было сообщено в правоохранительные органы. В этом году информация уже более чем по 300 организациям направлена также в правоохранительные органы. Доверяй, но проверяй. Воронежцам следует оберегать свои доходы, которые у нас и не без всяких мошенничеств не так велики. В последнее время нередко отпуск по уходу за ребенком берут папы. В открытом доступе нет данных о том, сколько сегодня воронежских мужчин сидят дома с детьми. Однако корреспонденты 41 канала нашли такую семью. Отец двоих детей Дмитрий Гришин ушел в декретный отпуск по обоюдному согласию со своей супругой. Почему воронежская семья приняла такое нестандартное решение? И в чем плюсы декретного папы, выясняла наша съемочная группа. На первый взгляд, семья Гришиных самая обычная. Мария и Дмитрий воспитывают двоих сыновей, младшему из которых нет и двух лет. На время каникул 11-летний Иван гостил у бабушки, а потому все внимание родителей занимал младший Сережа. Он родился раньше положенного срока на несколько месяцев, а потому факт его рождения уже чудо. Такого ребенка доверить чужим людям они не могли. Мы не готовы еще доверить детей няне. Вот еще какой вопрос. Поскольку Сережа у нас слабослышащий, с Иваном тоже есть какие-то трудности. Найти няню, которая была бы готова сидеть с детками с особенностями сложно, хорошую вдвойне сложно. А довериться чужому человеку, я не знаю, в тысячу раз сложнее. Самое главное не бояться и все. Остальное это все, как говорится, приложится. Мне на работе никто не поверил. Я ходил справку давал, писал, он мне говорит, да как так, ты типа того подержишь декрет. Это был первый случай в МТ-канале, они не могли его считать. Да вот так, я типа того решился и все. Говорю, у меня один есть, теперь второй. Говорю, надо с ними с двумя заниматься. В общем, искать выгоду в том, что слесарь водоканала предпочел работе декретный отпуск, не стоит. Материальный вопрос здесь был не главным. До полутора лет сына Сергея и его папа получал всего в районе 13 тысяч рублей. До полутора лет, ну в зависимости, там это 40% от оклада, а соответственно сейчас 150 рублей. Самым сложным в семье Гришинах было принять диагноз старшего сына Ивана, который ему поставили в пятилетнем возрасте. У него интеллектуальная недостаточность, ментальная инвалидность. То есть он учится в общеобразовательной школе, в ресурсном классе, но, к сожалению, конечно, общеобразовательную программу он не тянет. Он работает по индивидуальной программе. Именно немногословный Дмитрий находил для Марии нужные слова, чтобы не зацикливаться на своих проблемах, а делать все, чтобы им и другим подобным семьям, у которых есть особенные дети, развиваться дальше. Ну от этого, как говорится, никто не застрахован. Какой ребенок есть, такой есть. И довольствуем с тем, что нам Бог дал. Растел. Счастливая, да. Так родилась идея создать семейный досуговый центр с говорящим названием «Счастье моё», куда приходят самые разные детки, в том числе и особенные. Против разделения. И я полностью за инклюзию и за то, чтобы все жили вместе и дружно. У нас есть и дети нормотипичные, и здоровые, и особые. Недавно, да, я поняла, что, наверное, у меня есть какая-то жизненная миссия в том, чтобы показать, что с детьми, если у ребенка есть проблемы, это не повод ставить крест на своей жизни, на жизни семьи. Это, ну, можно жить счастливо и быть довольным, развиваться независимо от этих обстоятельств. Самое главное, уверена Гришиной, принять все как есть и не пытаться искать ответ на извечный вопрос «За что мне все это?». Говорят, что любящим душам все испытания Господь дает по силам. Мы вдвоем одно целое. Где жена, где я. Стараемся друг другу помогать. Вместе с супруги уже 14 лет. Несмотря на все испытания, которые выпали на их долю, они излучают такой оптимизм и вселенскую мудрость, что поневоле ловишь себя на мысли, что у этих людей есть самое главное – любовь и понимание. Галина Жукова, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Мы продолжаем рассказывать об исчезающих населенных пунктах Воронежской области. Речь идет о селе Владимировка Верхнихавского района. Это, пожалуй, самое малочисленное село в регионе. По данным статистики, здесь числится всего один житель. Подробности в сюжете Игоря Захарченко. Верхнихавский район образован в 1965 году. Территория – 1255 квадратных километров. Это почти три андорры. Население района – 24 тысячи. За последние 30 лет оно уменьшилось на одну пятую часть. В районе – 17 сельских поселений, объединяющих 65 населенных пунктов. Основная специализация района – производство зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, мяса и молока. Село Владимировка относится к малоприваловскому сельскому поселению. Его можно считать самым малочисленным пунктом области. По официальным данным, население Владимировки в 2000 году составляло 5 человек, а к 2010-му остался один житель. В советское время здесь был колхоз-путь к коммунизму. Выращивали коров и овец. Сейчас основное население – это дачники, да и тех немного. Однако газификация дошла и сюда. Газовики проводят по единственной улице села трудбопровод высокого давления. Впрочем, злые языки утверждают, что конечная цель коммуникации, расположенная далеко за селом частной турбазы Закаряжье, и спортировал проект местный районный олигарх. Общая протяженность мы проводим 12 километров. 10 километров именно в этом селе? У нас идет Эртель, Владимировка, Нескучная. Это до конца, вот эти три села основные. Пять шкафов газораспределительных. Эдуард Лихтенвальд – потомок поволжских немцев. Но родился он уже в Омской области 69 лет назад, когда потомков выходцев из Саксонии уже выселили в Сибирь по указанию Сталина. Потом с женой переехали в Киргизию, где Эдуард Яковлевич работал механиком. В 1992 году всех русскоязычных из Бишкека начали выдавливать, а немца Лихтенвальда по-киргизски обзывали русской свиньей. Запретили дома продавать, вот, все, вплоть до расстрела. Уезжайте, нам здесь русские не нужны. Ну и киргизы, которые со мной ребята работали, нации тут ни при чем. Каждая нация здесь, всякие люди. Они помогли дом продать, контейнер ночью пригнали. И, короче, конвой сопроводил аж суда. Мы позвонили своим родственникам сюда. Здесь у нас родственников очень много. Доюродных сестер, братьев. Механик с высшим техническим образованием продолжил работу на станции Графская в транспортной милиции. Сначала его не брали. Кодровики не удумевали, откуда в России немцы. Выйдя на пенсию, купил участок во Владимировке, где, в отличие от Графской, можно держать коров. За плечами русского немца командировки в Чечню в военные 90-е. И даже служба в Афганистане в далекие 60-е годы. Тогдашнее пребывание там советских войск до сих пор неизвестная страница истории. Заваруха, я в десант-разведке служил. Заваруха там получилась, нас тура выбросили. Три месяца мы там торчали. А в каком году их было? Так, ой, я пришел домой в 69-м. Это получилось, наверное, где-то в 67-м. Соседка Лихтенвальда Светлана Бруданина более 30 лет проработала на Воронежском радиозаводе. Выйдя на пенсию, приобрели с мужем участок в Владимировке. Разбили огород на 40 соток, начали строить дом. Половина участка ушла под картофель, остальное засадили всевозможными овощами и цветами. Четыре года назад муж умер. Теперь к Светлане Андреевне каждую неделю приезжает дочь и зять. Помогают, чем могут. Вот на пенсию пошли, и мы. Муж на водмаш-оборудовании работал. Вот там выпускали единственный завод, водочистные сооружения. А потом все вот поразвалили. И наш завод развалили, и все. Поэтому многие люди нашего поколения, ну, кто на даче, кто в деревне, кто что. Пенсии задерживали, и мы что, работали на огороде, хозяйство держали. Понимаете? Ну, жили. Ну, как? Ну, жили. Это наше поколение, вы понимаете? Трудиться нужно. Светлана Андреевна живет в городе всего два месяца в году. Уезжает из Владимировки после Рождества, ходит по врачам. Новый год всегда отмечают в деревне, с соседями, немногочисленными дачниками и переселенцами. Говорят, люди все хорошие, душевные, а главное работящие. Без этого в глубинке не выжить. Игорь Захарченко, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Это были главные новости минувшей недели по версии наших корреспондентов. Что готовит нам предстоящее, мы расскажем в следующей программе «Итоги» на 41 канале. А я с вами прощаюсь, и пусть у вас будут только хорошие новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова